друзья всем привет это блог артема краснова и расскажу вам о новости которая вот на днях буквально меня очень сильно зацепила дело в том что появилась идея ограничить в правах владельцев автомобили с шипованными шинами поскольку сам я любитель шипованной резины то воспринял эту новость очень личностно сейчас расскажу в чем дело идея исходит от росдорнии но это научный институт который занимается проблемами качества дорог в россии то есть собственно говоря к этому институту очень много вопросов но как бы пока об этом не будем на заседании с депутатами члены как раз росдорнии высказали идею что шипованная резина очень сильно изнашивает дорожное полотно и поэтому надо что-то с этим делать причем все это было преподнесено так что шипованная резина ну это практически национальное бедствие представители росдорнии предложили в качестве одной из мер снизить лимит скорости для автомобиля шипованной резины на 20 километров в час в основном говорили о скорости на автомагистрали то есть для обычных машин 110 километров в час они предлагают для шипованных до 90 километров в час снизить но возможно речь идет и об обычных трассах на которых и так лимит 90 но видимо предлагается снизить его до 70 километров в час поддержку этих тезисов они приводят некую статистику что в россии от 60 до 220 миллиардов рублей в год тратится на восстановление поврежденного полотна причем 50 миллиардов рублей исключительно на восстановление полотна отколейности которую вот дорожники связывают в основном с использованием шипованной резины я на самом деле вполне верю что шипованная резина больше изнашивает покрытие чем например фрикционная но у меня ощущение что проблема несколько раздута и идет просто перекладывание проблемы с больной головы на здоровую такое ощущение что других сложностей в дорожной сфере кроме вот шипованной резины у нас уже нет да и сама структура предложений выдает желание не столько может быть снизить износ полотна от шипованной резины сколько мотивировать владельцев отказываться от шипа в пользу фрикционной резины то есть сделать использование шипов в россии в каком-то смысле невыгодным но потому что серьезное ограничение лимита скорости это конечно очень неудобно для автовладельцев которые ездят на большие расстояния от дорожников звучали более трезвые предложения но например ограничить использование шипованной резины в летний период формально это и сейчас запрещено но никак не контролируется но предлагается соответственно штраф там в районе 2000 рублей для тех кто пони в несезонное время до летом гоняет на шипованной резине я думаю кстати эта проблема тоже несколько преувеличена потому что ну я не вижу летом прям засилье машин на шипах если кто-то и донашивает старую зимнюю резину она обычно уже в таком подубитом состоянии там половины шипов нет и летом они в принципе выпадают быстро и в любом случае я не думаю что это главная проблема для дорожников в россии поскольку скорость движения в россии в основном контролируется камерами фото-видео фиксации то чтобы снизить эту скорость для автомобилей с шипованной резиной необходимо каким-то образом их обозначить в потоке и опять вернулись к идее знака шипы я напомню что пару лет назад он случайно по ошибке практически попал в пдд и в некоторых регионах даже начали контролировать его установку этот знак совершенно бессмысленный вот для сегодняшних реалий и поэтому через года полтора его убрали наконец из пдд и вот этой зимой уже можно смело ездить на шипованной резине без знака шипы но теперь снова предлагается его вернуть как раз для камер фото-видео фиксации то есть если авто камера зафиксирует автомобиль с таким знаком то она автоматически снизит допустимый лимит скорости на 20 километров в час дорожники очень много говорят вот как раз о колейности которая появляется из зашипованной резины еще раз я готов поверить что это действительно так то что я вижу вот реально в городах россии это дороги которые разрушаются сразу многими способами то есть это не только колеи это и трещины это и просто плохо сделанный ремонт этой провалы дороги и масса других проблем и мне кажется что в россии если уж думать о качестве дорог то начинать нужно совсем не с шипов есть куча вопросов к дорожникам в целом есть вопросы качеству битума которые используются в россии потому что например у него не всегда достаточный температурный диапазон в итоге дорога или летом плавится или зимой она трескается и вот по каждому пункту есть огромные куча вопросов и мне кажется начинать то нужно с них а не с того чтобы задраконить владельцев автомобилей на шипованной резине я сейчас вам расскажу почему я такой фанат шипа я сам хоть езжу всегда на шипованной резине но ничего не имею против людей которые ездят на фрикционной ну на липучках то что в народе называется и на мой взгляд это вопрос сугубо вкуса и ареала вашего обитания то есть если вы действительно есть и в основном по городу где дороги там более менее чистят то фрикционных шин вполне достаточно но сам я предпочитаю шипованную и вот почему во первых шипованная резина не настолько плоха как думают многие потому что ходит много баек про нее и кстати вот на этом заседании с госдумой они были озвучены в том числе что шип работает как конек что на асфальте такая резина вообще не тормозит и куча куча разных других мифов я вам так скажу я доверяю результатам испытаний шин шинным тестом которые проводят крупные издания вы можете выбрать на свой вкус журнал авторевью журнал за рулем журнал квадроруты любое другое издание которое проводит сравнительные тесты шин и посмотреть результаты для фрикционной резины и для шипованной вы увидите что например на сухом асфальте на мокром асфальте какой-то значительной разницы там в тормозном пути или в резкости переставки между шипованной и не шипованной резиной нет более того шипованная за счет более жесткого протектора она иногда даже выигрывает например при лосиной переставки вы можете убедиться я в ссылочке прикреплю я вернее в описании видео прикреплю некоторые ссылочки поэтому у фрикционной есть какие-то плюсы она например тише и она лучше работает сильный мороз на голом льду но как только лед становится мокрый но так межсезонье когда дороги покрыты гололедицы такой блестящий вот здесь преимущество шипованной резины становится ну почти разгромным но дело даже не в этом то есть я готов допустить что кому-то вполне комфортно и на фрикционной я выбираю шипы потому что они дают более стабильные результаты на разных типах покрытия то есть разница грубо говоря между асфальтом льдом снег снегом укатанным и так далее для шипованной резина она в целом ниже при езде по каким-то сложным покрытием при езде по миксу при езде по дорогам у которых постоянно меняется тип покрытия шипы в целом дают более предсказуемое поведение автомобиля и если вы выезжаете за город если вы ездите по самым разным дорогам то вы цените это качество я считаю что для россии с ее сложными климатическими условиями использование шипованной резины это совсем не какие-то понты или прихоть автовладельцев это в первую очередь вопрос их безопасности поскольку безопасность у нас также в приоритете как и там качественные дороги то я не понимаю почему мы начинаем выбирать из двух вот этих хороших вещей почему мы не можем получить и того и другого сразу вы кстати можете спросить как обстоит дело в развитых странах вот например в европе конечно в центральной особенно в южной европе шипованная резина практически не используется но это связано не с тем что они там ее не любят просто у них гораздо мягче зимы ну например во франции если вы были зимой там снежный покров него но он ложится иногда но постоянного снежного покрова льда нет поэтому в принципе используется зимняя резина но она отличается от нашей зимней не шипованной она чуть-чуть пожестче то есть она обеспечивает целом чуть худшую морозоустойчивость если такую резину привести в россию вы почувствуете она будет вести себя ну плюс-минус как летняя то есть у них там совершенно свой мирок вот если брать страны скандинавии например норвегию то там как раз таки все едят на шипованной резине однажды я был как раз в норвегии был тест-драйв с компании skoda и автомобили тестовые приехали из чехии как раз вот на не шипованной резине и мы там вот два или три дня по льду там ну такие сложные на самом деле покрытия ездили на этой не шипованной резине я вам честно скажу я боялся постоянно то есть ее поведение ну сравнительно непредсказуемо очень резкие срывы в скольжении вот и когда дорога постоянно меняется когда полярная ночь когда снег сыпет с неба и ничего не видно вот это честно говоря напрягает и сами норвежцы ездят до на шипованной резине и дороги чинят с учетом того что да на них накатывается колея я честно вам скажу что не верю даже если мы запретим вообще шипованную резину в россии что дороги у нас резко станут там условно говоря как в германии или где-то еще все-таки проблема безопасности на дорогах комплексная и шипованная резина это один из элементов этой как раз таки безопасности поэтому я думаю что инициатива несколько мертворожденная и ее не примут хотя ряд ведомств ее уже поддержала но у нас такое часто бывает что сначала выдвигает какую-то инициативу потом и долго обсуждают и откладывают долгий ящик но если так произойдет то и слава богу и давайте проведем опрос среди вас как вы относитесь к такой инициативе на какой резине ездите можете голосовать с помощью лайков дизлайков мы поймем спасибо за внимание ну и до встречи